Два месяца напряженной работы позади. Из 62 команд представителей 18 городов-участников школы Росатома к финалу конкурсного марафона пришли 15. Состязание педагогических команд организовал и провел наш Заречный. В этом 10-м юбилейном сезоне корпоративного образовательного проекта многое было по-новому. Впервые в состязание вступили сборные и впервые все соревновательные туры состоялись дистанционно. Хотел бы в первую очередь поблагодарить команду системы образования, теплую душевную команду системы образования города Заречного, которые справляются с вызовами, когда они получали право проведения мероприятий, которые они хотели, планировали провести для школы Росатома. Мы не думали, что они превратятся в мероприятия, когда мы сидим в пустой комнате напротив теплых лиц, которых видим на экране монитора. Надеемся, что и этот опыт еще сильнее укрепит вашу дружную команду. Около трех сотен педагогов демонстрировали свой профессионализм, проводя открытые уроки и мастер-классы, решая непростые педагогические задачи. После отборочного и полуфинального этапов в заключительный тур вышли 15 команд, по 5 из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. И во всех номинациях в числе финалистов оказались представители нашего города. В течение двух дней участники выполняли задания в режиме онлайн, общаясь с соперниками, организаторами и экспертами только через интернет. Это оказалось непросто, но педагоги школы Росатома достойно ответили на вызов времени. Конкурс, который мы с вами проводим, это конкурс про то, чем пока не владеет никто. Пожалуй, про то, что проектируется здесь и сейчас. И в этом отношении это был сложный конкурс, потому что соревноваться приходится в том, в чем еще пока сами в совершенстве не владеем. Более того, большого опыта в этом пока нет ни у кого. По итогам конкурса специальные призы в своих номинациях завоевали гимназия номер 216 дидакт, детский сад номер 16 и центр детского технического творчества. А участник команды центра Дмитрий Коновалов назван лучшим педагогом дополнительного образования. Для нас это был огромный вызов, и мы поняли и осознали, что мы готовы меняться и готовы двигаться в направлениях, которые требуют современный мир. Независимо от результатов конкурса, победителями можно считать всех его участников. Тех, кто прошел большой путь, приобрел неоценимый опыт и готов делиться им со своими коллегами и учениками.